Удивительное дело, первый вопрос, который я вижу, это вопрос про Саратов, но об этом мы сейчас как раз поговорим. Ребята, здравствуйте. Это не Формат, это Антон Лаврентик, и у меня в студии сидят ребята, которые, можно сказать, сделали ремонт всем нашим самым хорошим друзьям. Поэтому мы их и позвали в программу. Шутка. Как вас зовут? Орхан и Шхан. Вот так и не скажешь. А это Джара и Ханза, ребят. А если еще не пришло понимание, то это как бы виски, это кола, а это королева танцпола. По-другому это и не сказать. Ребята, которые, безусловно, мой музыкальный мир, они в этом году рванули и взорвали. Хотя бы то, что я оказался, и ребятам уже об этом рассказывал, я оказался на гастролях во Владивостоке. Я стою перед саундчеком у легендарного клуба «Мумитроль», и тут абсолютно без рессоров на ободах едет «Лада Приора», и из нее звучит, скажем так, просто на всех децибелах и обертонах. «Виски, кола, королева танцпола». И мы рокеры такие просто провожаем, такие, это сейчас что такое было? С тех пор я знаю о вас, а люди знают вас еще по огромному количеству треков. Сколько у вас просмотров на виски кола? Ну, 60 миллионов сейчас получается. 60 миллионов! 60 миллионов! И причем 45 или сколько там миллионов на простые картинки. Да, простые картинки. То есть ничего не происходило, просто картинка и трек наложен. Охренеть! Да. Давайте начнем с чего началось. Саратов. Что произошло в Саратове вообще? Как изначально мы вообще появились? Ну, конечно. Там забавная история. Я ведь до этого очень много занимался музыкой с 13 лет и жил в Толясе во многих других городах. Но в какой-то момент я переехал обратно в Саратов к родителям и открыл студию, небольшую студию. Рабочий квартал там вообще. Ну, типа того. Вот. И как-то поздней ночью мне написал Хан. Часа два ночи, да. А вы знакомы были? Нет, не были знакомы. Мы не были знакомы. Да, он написал мне ВКонтакте. Я принял заявку и думаю, ну что, чувак, очень какой-то накачанный, здоровый чувак. Бодибилдер? Это был здоровый. Да, да, он реально занимался. И я, значит, принял его заявку в друзья, жду сообщения. И он пишет, привет, у тебя можно записаться? Я говорю, да, можно. Он тебе говорит. Да, я как раз в этот день решил заняться музыкой впервые. Это как, ты проснулся такой себе, навертел протеиновый как-то, там, ебал, закрыл углеводное окно. Что-то в жизни не хватает. Музыка, лёп. И пошел. Я лежал, я просто лежал, слушал музыку ночью в наушниках. Тимати играл. Я такой думаю, блин, ну я же могу так же. Он баклажан играл. Ага. Ну да, конечно. Я думаю, я могу так же думаю. И прям встал, знаешь, за ночь написал 4-5 песен. Просто текстов написал. На музыку баклажана? Не, вообще без музыки. Просто. Как стихи. Я такой думаю, блин, нужно теперь биты, там, нужно записаться, где и как что найти. Просто вожу в студию Саратов, там. И единственная студия работала у него раз ночью. Я ему написал, и так получилось. И он мне говорит, а когда можно к тебе приехать на записи? Я говорю, да приезжай прямо сейчас. И он в два, там, или в час ночи приехал ко мне. Приехал с песней, вот, я ему что-то написал музыку, и он записался. Ну я ему говорю, типа, чувак... Он говорит, как можно лучше это спеть, типа, знаешь, у меня был такой рэп прям чистый. Он говорит, тут можно вокально сделать. Ты помнишь вот хотя бы там строчечку? Ну давай, ну... Ну типа... Это мой город, это мой таун, здесь много, но это не кип-таун. Короче, такая тема была. Он мне говорит, нахер такое. Вот. Я говорю, без проблем, предложи, как можешь сделать. Он берет мой текст, да, такой, раз, соединил там несколько текстов, а через пять песен сделал одну песню. Какой-то Савчик. И, короче, как-то можно спеть прикольно. Он спел свою часть, короче, такой говорит, слушай, давай таки оставим. Вот. Я говорю, давай сделаем совместный трек, там, Джаро и Ханзе. У нас там не было имен. Подожди, а этот трек выпущен? Нет. То есть... А, нет, мы выпущен. Млечный путь, да. В итоге из рэпа... Млечный путь? Да, Млечный путь, первая наша самая песня. И вы как бы Джаро и Ханзе сразу? Да, Джаро и Ханзе, да. То есть это было сразу понятно? Да, да, да. А, нет, у нас там не было имен. Короче, песня была готова, нам нужно уже выпустить. И безымянный путь. Короче, в этот день мы должны выпустить песню, и у нас нет имен. Мы такие думали, как назовемся, короче. И я не знаю, просто он что-то придумал себе креативное имя, там, Джаро. Типа, Ханзе, Джуни Бе. Ну, типа, того было тоже. Вот, он только придумал креативное имя, Джаро, там, я такой думаю, типа, пускай мне будет просто, меня все называли Хан, я просто. Я думаю, пускай будет Ханзе, короче, типа. Хан всегда за, Ханзе. Типа, Ханза, дверь, типа. А там, ну, Ханза, это, типа, как Хатори Ханза, там, японцы. Ну, не совсем, но я только потом об этом узнал. Ну, прикол в том, что, типа, чтобы ему не говорили, он согласен. Типа, Ханза, он всегда за. Вот. Всегда за. Рассказывай дальше. Рассказывай дальше историю. А вы знаете Ханза Майя? Да. Мне часто вот так говорят. Я вот буду сейчас с Жараховым, а я с ним как раз. Вы встречались в жизни? Нет. Нет. Хотели бы? Посмотреть с высоты своих. Ну, у Жараховым, у нас с Жараховым есть общий знакомый, хороший товарищ наш. И он говорит, что Жарах хороший парень, типа. Нет, безусловно, тут как бы. Если увидимся, конечно, было бы здорово. А Ханза Майя, вы как? Я не знаю. Ну, я знаю. Теперь знаешь, давай так. Да. Ну, не видели нигде. Я знаю, что это антихайп у них, вот эта тема. Ну, я с ним не знаком, ничего. Вот. Вопрос. Трек «Виски Холла Королева танцпола». Вам говорили о том, что пацаны, это не хит и вообще зашквар, и ничего не получится. А через неделю там просто был какой-то космический взлет. Кто говорил, как говорил, как это развелось, как эта песня вообще получилась? Откуда? Как вы написали? Изначально, короче, когда был написан припев и куплет, я отправил файл как бы одному нашему товарищу. Вот. И нам все говорили, что измени припев, не то, слишком легко и так далее. Ага. Ну, прикол как бы всей песни, так что это легко как раз в этом таки. Угу. То есть, не замудренно, что виски плюс кола, типа, девушка выпила, и она раскрепощенная, да. Ребушка получилась. И она, типа, она танцует, чего угодно делает. Типа, она королева на танцполе. Тезисно так. Да. И, типа, ну, и это легко, как бы человек это быстро воспринимает, как бы эту информацию. И причем слова такие легкие. И вот как-то, наверное, так и зашло. Скажи, пожалуйста, ты говорил о том, что ты знаешь формулу хита. Вот как бы это происходило. Или вообще, есть ли она? Или это исключительно там флоу какой-то, который идет, и вы... Ну, примерно, можно предугадать хит, все равно, как делаешь. Примерно. Формулы нет. Но просто элементарно очень важно не просто сочинить песню, а поработать над креативом. Подумать, типа, разработать какой-то некий креатив, типа, что можно под нее придумать. Какой-то танец в тиктоке. Понять вообще, для чего ты делаешь изначально песню. Эта песня может быть либо для радио, с определенными форматами, либо для тикток, либо для инстаграма. А как вы работаете? У тебя есть прямо какой-то тимплейт, какая-то некая заготовка? Ну, каждый раз свои истории. Что ты смотришь, вот сегодня будем делать вот так вот. Нет, нет. На самом деле, вообще, мы не садимся, так что вот сейчас мы возьмем и сделаем хит. Мы, допустим, на студии можем провести всю ночь, но при этом работать всего 30 минут. Я убить на приставку. Вот, да. Но работать всего 30 минут. То есть, например, ты пришел на студию, угораешь, прикалываешь, слушаешь что-то. Часов шесть можно разгоняться просто. А потом такой, бац, слушай, чувак, мне пришла идея в голову. Садишься, за 15 минут сделаем, вот тебе песня. Просто ищем часов шесть-семь трек, откуда можно украсть. И потом за полчаса. То есть, все таки происходит. Да, в Ларуи мы делаем свой трек. Не, на самом деле, на самом деле, вот, у нас такое отношение, что в Джарл Ханс, если мы вот что-то делаем, какую-то песню, и она на что-то даже похожа, мы моментально меняем. Сидим и думаем. Опа. Да, мы, типа, вообще, я вообще... Было часто мы делаем какой-то трек, и слышим, что-то напоминает, блин. И такие думаем, откуда же это, откуда... И сейчас вот, ну, ищем, ищем, откуда трек. Потом, оказывается, какие-то мотивы... Свет настроения синий. Чёрт побери, ребят, всё, сворачиваемся, уходим, меняем всё. Да, да, да. Мотив просто заедает в голове старый, и мы тут случайно бачим. Ну, мне кажется, это очень-очень стрёмно было бы воровать именно из России, из российской музыки. Слушай, ну, окей, группа Мэтт Конн с песней Бэггин, я понимаю, что это не рэп, да? Но ребята же прям вот взяли старую песню. Это перепели. Ну, они просто перепели, то есть сделали её новую версию, свяжили. Это, типа, нормально. Ну, а то, что китайские наши коллеги, и ваши тоже коллеги, вообще наши общие коллеги, берут сейчас песню группы «Стрелки», и это как бы, это сейчас не шутка, а перерабатывают, и там под мелодией и ритмой нулевых там происходит там си-шао-ма... Не, ну, это, конечно, да, это уже... То есть у вас художник не должен воровать, художник должен прямо... На самом деле, на самом деле, всё, что бы мы ни делали, да, как бы, это не изменить. Это природа, то, что мы где-то услышали, допустим, мы слышали разную музыку, там, блюз, жаз, там, кантри, ещё что-то, да? И в совокупности у нас получилась какая-то музыка, благодаря тому, что мы слышали какие-то мелодии где-то. То есть в любом случае, откуда это приходит? Ну, может, человек, это синтезатор, он ничего не состоит, что это правда. Так что в любом случае, по-любому у нас какие-то оттенки откуда-то, то есть, пришли. Так вот треки должны чем-то цеплять, знаешь, что-то новое должны приносить, какие-то новые исполнения, интересы, какая-то харизма должна быть в подаче. Потому что вот это люди цепляют, необычное звучание. Каждая песня. Вопрос. Вы реально проводите на студии много времени, у вас так получается постоянно, что вы либо на студии, либо на концертных площадках. И вы сами же говорите о том, что у вас даже нет времени слушать какую-то новую музыку. Да, я вообще не слушаю музыку. Но если вы где-то ищите это вдохновение, где это происходит? Это из своей жизни, это вы общаетесь. Вот у меня, допустим, скорее всего из жизни. Из жизни, да, чаще. Либо, знаешь, какие-то истории знакомых, либо где-то просто едешь в пробки, где-то на радио услышишь какую-то фразу, знаешь, где-то на щите, что-то написать, какая-то фраза. Ты от этой фразы что-то отталкиваешь, перефразиваешь. Но тебе даже нужно настолько мозг разгружать, чтобы вы прям были открыты. Ну, случайно. Знаешь, что я понял? Знаешь, что я понял, как бы, знакомясь с артистами, да, которые реально мне нравятся, которые реально очень крутые. Я понял, что это все люди, как бы, поевшие жизнь дерьма. Типа, люди, которые через что-то прошли и, возможно, типа, с помощью этого они, типа, у них какое-то вдохновение постоянно приходит. А то, что вот муза там и так далее, я, типа, ну, в это вообще не верю. Да, мы даже вот сейчас сидим, общаемся, ты можешь какое-то слово сказать, какую-то фразу, историю. Да, мы пойдем там. Ламберджек. Все, мы сделаем трек. Спасибо, ребята. Хоть что-то я и сделал из жизни. Вы оба женаты? Да. Ну, то есть, помимо работы на студии, помимо работы на сцене, где вы для своих людей даете, как это принято у нас, у музыкантов говорить, флоу, вы приходите домой, жена готовит вам там ужин, да, у вас есть дети? Да. Тем более, там происходит там, папа, папа, там, проявить. Ну, если они вас в лицо узнают. Ну, у меня уже начал. Сын уже полтора года, он уже начал болтать. Ну, это же, это бытовуха. Да. Или все-таки в этой бытовухе тоже получается как-то вот… И не хватает бытовухи даже, потому что мы постоянно в разъездах. Ну, как капитана дальнего плавания, знаешь, там… Ну, в любом случае, как бы, уже какой-то опыт семейный, то есть уже, как бы, вторая половина понимает, что ты делаешь это для них в первую очередь, чтобы завтра, как бы, у них было будущее, и они могли спокойно жить. Так что, в любом случае, как бы, там, не ругались, все равно все понимают, что это, ну, это нужно переждать. А вот в этих конфликтах бывает вычерпать вдохновение? То есть есть какая-то история, что, там, пришел домой, и жена сказала, твою мать, где ты был? Я был в Свердловске. Что ты там делал? Я делал музыку, детка. Где яйца ты должен был мне купить? Или что-нибудь такое. Или ты пришел, просто увидел глаза ребенка и думаешь, господи, виски, кола, королева там… И опять в студию писать. Ну, возможно… И так происходит. Вообще, я считаю, что любой артист, который, типа, вот, ну, мега крутой, да, он, типа, он обречен страдать. Вот если у него не будет какого-то страдания, там, или чего-то, да, там, какие-то проблемы в жизни, будет зона комфорта, то он все вылетит, как бы, из строя. На самом деле у нас в жизни, помимо, как бы, семейных проблем, у нас много чего. Например? На фоне, ну, есть… Здесь, ты посмотри на цвет, да, это место откровения. Здесь Высоцкий пел свой лучший концерт. Ну, мы, допустим, сейчас с Ханом, сколько бы там ни зарабатывали, что бы ни делали, мы, в первую очередь, сейчас помогаем своим семьям. Вот. У Вас есть какая-то, ну, какая-то беда случилась? Не то, что беда, но просто какие-то определенные… Да, но… Кидыры, да, проблемы, которые нужно решать, ипотека. Да, что у него, что у меня, нет. Всякое там есть. Да. По сути, все думают, что мы там живем, там, мега круто, на себя там тратимся и так далее. Мы себе еще до сих пор ничего не купили, вот. У меня один полик до сих пор в кредите. Ну, и неплохие штаны. Спасибо. Нет. Хорошо. Окей. Про момент того, как бы, про мнение общественности по поводу вас, что вы там хайпуете и вообще просто купаетесь в деньгах, это мы обязательно поговорим чуть-чуть попозже. Случилась песня «Виский колоролев танцпол». Да. Как изменилась жизнь? Какая жизнь была до этого момента? И что случилось с выходом песни? Вообще изменилось. Давайте. Честно, вот, по сути, именно, что внутри нас так и осталось. Мы вообще, вот, как, не знаю, вот, мы не понимаем, что, вот, типа, что произошло. Вот как-то, ну, непонятно. Как бы, то, что внешнее, как бы, ну… Давай так, а что внешнее? Больше внимания. Может, окружение поменялось, знаешь, немножко там, жизнь в плане, там, знаешь, какие-то появились тусовки новые, мероприятия, ну, зарабатывать, значит, нормально. И мы все равно сидим дома. Сколько? Сколько денег ты стоишь? Люблю говорить на два раза. Хорошо зарабатываем. Зарабатываем и отдаем. Воу. Ну… Мне можно сказать, все в порядке. На уши. Даже, знаешь, до сих пор мы, вот, после каждого концерта со всеми фоткаемся, там, пускай тысяча человек будет, да, вот, до сих пор мы со всеми фоткаемся. Потому что благодаря ним, как бы, у нас все это есть. То есть мы благодарны им за то, что они нас слушают, поддерживают, приходят на концерты. А фанатки в гримерках появляются? Ну, не в гримерках, но либо в гримерке фоткаемся, либо… Бывают какие-то… А ваши фанаты и фанатки, они воспитаны? Ну… Или все-таки происходит вот это вот написывание, там, в контакте… Я хочу от тебя еще одного ребенка. Происходит. Пишут сейчас, чтобы ты сдох, там, такое… В смысле? Ну, просто пишут, чтобы ты сдох, там, за песню, вискал, допустим. Да. То есть у хитро есть, конечно. Мне недавно написали, если ты не скинешь 20 тысяч рублей, я скину фото, где ты сочешься с ханом. Да. Давай так, ай! Я пишу, говорю, я скину… Может, вы не помните просто? Я пишу, я говорю, скину 50, скинь мне, типа, фотку. Там либо пишут, скинь мне деньги… А, напиши мне, я тебе скину номеркарту, когда перевеси деньги, либо там, скинь какие-то твои фотки, компромат на тебя, там, то-то-то, все-то. Я говорю, кидай, и все. Слушай, и вот кого больше, хейтеров, или все-таки… Да нет, позитивных людей намного больше, на самом деле. У нас вот недавно концерт сорвался в Макшикале. Нам угрожали тоже, то, что мы вас убьем… Мы на них не обижаемся. Ну, мы как бы все-таки были готовы ехать, но потом в итоге отменили концерт, потому что начали угрожать организаторы концерта тоже. Охренеть. Хотя многие дагестанцы, да, из Дагестана, то есть народ пишет, ребят, мы вас ждем, любим и так далее. Смотрите, ну, то есть получается так, что на вас в буквальном смысле обрушилась популярность. И вот вы помните, ну, то есть обычно, и об этом говорят многие звезды, что успех, он приходил к ним малыми победами, и приходил, 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 и в итоге как бы он… Настолько его было много, что уже как бы все такие… Эй, ну, раз, случилось. У вас получилось, простите, что перебиваю, у вас получилось так, что как бы вот вы там, вы работали, ты сказал мне за кадром, что ты 13 лет шел к тому, что происходит сейчас. Ну, по сути, к нашей встрече, мне это очень приятно, но по факту случилась эта суперпесня «Бенгер», да, и вы проснулись знаменитыми. Вы помните вот тот день, когда прям что-то пошло не так? Мы зашли в ТикТок, и каждую минуту по 5000 видео прибавлялось. Каждый час, каждый час. А, каждый час. Каждый час, да. Каждый час – пять минут. Пять тысяч человек снимали видео каждый час. Каждый час по 5000 новых видеороликов в ТикТок. Этот трек вышел на второй день после выхода трека, и мы такие, ничего себе, типа, идёт, идёт, растёт. Ну, в шоке прям были, были удивлены. Сейчас уже за миллион перепал. Потом там в течение недели трек поделся на первое место, вот, и мы такие в шоке вообще было. Потом там, знаешь, в Apple Music, обычно три запроса есть там в пленах, да, из них два были наших запроса, как бы, из трёх. То есть, он вообще… Потом видим в Китае, там, в Корее, во всем, в Европе, в Shazam, там, везде в топе, там, на площадках различных. Смоем, корейский блогер в популярности снимает видео под песню. На эту песню? Да, и причём мы сейчас «Короле танцпол» сделали на английском языке. А как звучит этот рефрен? «Виски, кола, queen of dance floor». Да! Очень просто, как… Чёрт! В оригинале. Чёрт, да! И пошло. Да. Скажите, пожалуйста, вы причисляете ли себя к новой волне музыкантов, которые вот поднялись благодаря соцсетям, и особенно, там, ТикТоку? Или, если бы не было ТикТока, всё равно случилось? Нет, ТикТок нам очень помог. Очень очень. Наш первый трек. Дамы Лоффа, тоже первый трек. Наш первый эфир. До сих пор он самый популярный, считается, ТикТок. Да, там, миллион, восемьсот тысяч человек уже почти сняли видео в ТикТоке. Прикинь? А вы как? Вы как-то выкладываете, аплоудите… Мы даже ничего не делали, честно. Люди сами снимали. А-а-а! Снимают видео, и всё. А-а-а! ТикТок, по сути, он как… Вообще не знаю о таком приложении. Нам просто люди начинают скидывать, что в ТикТоке вы на первом месте. Мы такие, а что это такое? Друзья, рубрика «Разбираемся в ТикТоке». Рассказывай. ТикТок – это, значит, приложение, где человек задаёт тренд. Он снимает определенное видео, креативное, и его подписчики начинают повторять за ним. А-а-а! То есть, повторяют это же движение. У нас, допустим, был «Виски, кола», там типа «Квинов», ну типа «Икрали танцевал». «Виски, кола». И то есть, это движение повторили там миллион с чем-то раз. Вот как-то так. Вы часто говорите про такое понятие, как «новая школа». Да. Это что? И вообще, и вот как бы «новая школа», что это? И что случится, когда «новая школа» станет старой? Куда это всё идёт? На самом деле, вот изначально то, что вопрос был, мы прочитаем себя или к «новой школе». Совсем. Я вот лично немножко себя старичком чувствую. Я тоже. Мы не совсем «новая школа». Вы не одни, парни, всё нормально, я с вами. Спасибо. Так. Не знаю, современная, как бы, «новая школа», она сейчас такая вот… Что это? Мы просто старая, которая только выбилась в массы. Это в основном тренд, который задают западные чуваки. То есть, они что-то сделали такое неординарное, новое, я не знаю, это типа как волна. Ты имеешь в музыке или вообще некий перформанс просто? В музыке. Да и как бы «новая школа», и стиль одежды чуваков. Смотришь там, типа их как называют фрики, да? На самом деле, типа… В «новой школе» у меня сразу в голове «Фараон», «Депо», «Янекс». Вот они такие, знаешь, отсырят бы «новую школу». Типа вот так, знаешь, от них пошли. То есть, это… «Флайн-музыки». Некий рэп, это вообще непонятно, что человек говорит или что? Нет, почему? Просто стиль какой-то у них. Что с западом, вот похожий как раз. Ты считаешь, как бы «новой школы». Потому что реально, вот когда появился тот же «Фараон», как бы вообще изменилась игра, так можно сказать. Муск вообще изменился, и многие начали как бы подражать и вообще делать в таком стиле. Тут же «Янекс». А куда это идет все? Ну, то есть, куда-то же оно должно выйти. Я считаю, и на мой взгляд, да, и достаточно… Вчера, к примеру, мы писали тоже с одним очень-очень интересным артистом подкаст какой, что будущее за вот песней, если есть вот песня как идея, да, при этом она может быть там не вокальная, она может… Просто вот, ну, как бы она должна быть история. «Виски кола», вот, это история, это песни, которые будут слушать и через 10 лет, и через 20 лет и будут слушать. Лично я вот «Новую школу» как вижу? Это то есть вот, ну, как будто вот голос вот подростков, да, которым надоело вот просто весь стандарт. Вот вся музыка… Существующая музыка. Да, то есть это настолько вот разбросанное, что ли, вот как-то… Даже вот исполняют там, допустим, да, обычно там поется как песня, то есть все песни, ну, попса, эстрадная, она же похожа. И это… Они делают такую музыку, которая вообще не схожа с этим. То есть как будто они вот пытаются вот… Выразить какую-то личность, я не знаю… Ну, то есть то, что существует сейчас из музыкальных направлений и не подходит, они ищут какой-то выход своими силами. Да. Получается так. Выразить, это наш по-своему, свой голос показать. Самовыражение. Самовыражение, вот. За последние 150 лет, сказала бы моя прабабушка. Вот, ну, окей, вы на своем примере доказали, что, в принципе, вооружившись одним бенгером можно взлететь до неузнаваемости. А какой смысл выпускать целый альбом, когда можно прямо вот валить просто синглами или там выпускать какие-то… Я отвечу. Вот элементарно там у человека есть хит, да, один трек. У нас, к счастью, там несколько, вот. Он может кататься, давать какие-то клубные шоу, выступать, но на его концерт, на сольный, никто не придется с одной песней. У него должен быть, как минимум, альбом, в котором какой-то слушатель найдет себя, в принципе, и из-за этого будет слушать его. То есть, если бенгер, он там звучит массово, то в альбоме должны быть лиричные песни, которые будут цеплять, ну, типа, за душу. В альбоме может заснуть не только коммерческую музыку, знаешь, какую-то… Да, душу, да. А какой музыку вы слушаете сами? Я еще не слушаю. Ну, я, допустим, кого слушаю, они все уже на том свете. Например? Ну, Джеймс Браун очень люблю. Франк Сенатор, да. Сиви Вандер, но он еще уже вроде. Боб Марли обожаю очень. Прямо ДДТ обожаю. Машина Времени, Глызина, Юрия Антонова. Советский рок вообще обожаю очень. Фантастика. Пишем такое, слушаем. Мы выбираем… А, кстати, почему? А нет ли в планах вообще… Окей, сейчас, естественно, что если бы вы сейчас вышли там с а-ля русским роком на сцену на своем сольном концерте, люди представляют, что… В смысле? Что за махер происходит? И как бы вышли. Но… Есть ли амбиция написать материал вот в таком стиле? Ну… Я вот честно вот… Вообще вот… Если бы была возможность, да, я бы просто каждый день поделал какие-нибудь треки делом, чтобы… Ну, сейчас… Сколько времени у тебя занимает, чтобы сделать какие-нибудь треки? Может занять? Самое место. Полностью свести, подготовить с продажей. Ну, прям вот… За вечер, за ночь. За ночь? Да. Что ты жрешь? Ничего. Мы так часто садимся вот вечером собираемся, в 10 вечера и утром уже сдаем трек на релиз. То есть за ночь пишем музыку. Бывает, да. За ночь мы сделаем трек. Сходим сразу. А мужик сами делаем. Вы делаете музыку только для себя или вы делаете кому-то на продажу? Ну, он пишет на продажу артистов. Я раньше вообще очень сильно сидел там в засаде и писал многим артистам. В засаде? Да. Но я понял, что это, типа, такое дело… Ну, ты как гоустрайтер получил? Ну, да. Типа… Не знаю, я понял, что люди, которые поют мои песни, они поют не так. Они могут передать, да. Бездарности! Ну, типа, элементарно, знаешь, вот отправляешь им демо, показываешь, как нужно передать настроение и прочее. Да они все равно делают это по-своему. Я как бы не говорю, что они там плохие, но просто это не для них песня получается. Собственно, я потом подумал, что лучше уж самому делать, чем это вот. А есть известные какие-то… Да, есть очень известные. Но я не могу об этом. Что ж такое-то? Ну, хотя бы намекни там… В этом вся фишка гострайтера, как бы, типа… Полная секретность. Чтобы знали. Черт. Он мое окружение знает. Я хочу больше твоего окружения, я тоже хочу знать. Все мы хотим знать. Вы ссоритесь между собой? Нет, спорим чаще просто. Спорим. Какие-то… Ну, как там? Бьете посуду? Да. Битва пощечина. Я, допустим, просто люблю очень такую музыку, менее коммерческую, что… Да, я больше в коммерческую русскую направить. Ему друг друга тянем туда-сюда. Да нет, это зашквар! Да нет, надо так сделать! Вот сейчас происходило за кадром то же самое. Да нет, это зашквар. Я говорю, да нет, коммерчески выгодно. Слушай, ну подожди, блин. Возвращаясь к гострайтеру, ты же, ну, насколько я знаю, ты писал музыку для… и вообще песню для Дима Билана. Ну, я не то чтобы прямо взял и написал песню. В команде перепродажи через 3-4 там даже. То есть много как бы ребят было, которые, то есть, покупали текст там или что-то, и потом что угодно делали с ними. Ну, спросили даже в команду от ребят, кто тоже пишут вот сами песни, они там, ну, много к вам писают. Ну, скажут, да, потому что с другой стороны будут работать, там, тот же Гонфлат, Абладдар, там, Аксимирон там уже… Подожди, и музыку или всё? Музыку, музыку. А, только музыку. А то сейчас сердечко ёкнуло. Я не буду разговаривать с текстами, кому именно, но и текста тоже пишут, полностью продакшн весь. Охренеть. Ну, с другой стороны, слушайте, как бы, это индустрия уже у нас, фактически мы в плане музыкального продакшна догоняем, не скажу, что перегоняем, но догоняем Америку точно, поэтому, ну, конечно же, это так. А вот, ну, как бы, вы думали ли вы, что всё-таки вы два совершенно обособенных человека, и когда в каком-то моменте ваш спор… Особенно. Обособенных. Ваш спор, да, здоровый спор, в котором рождается эстин, может привести к тому, что вы можете разойтись. Вы говорили, фишку мы наполняем друг друга. Ну, допустим… Меланиси тоже так говорил остальным перчинкам, знаешь ли. Хан, допустим, он такой, типа, более ответственный, вот. И он, допустим, постоянно вот… Если бы я летал куда-то один, да, я потерялся бы. Вот серьёзно, я просто потерялся бы. А у нас же иногда, как турменеджер, так, нам надо выйти во столько… Ради Бога, извините, деньги обратно вернуться в Саратов. А когда мы на студии, допустим, я больше, типа, контролирую, там, давай так запишем, так сделаем, типа, из-за этого вот мы понимаем, что я без него не смогу, он без меня не сможет. Я только радуюсь за вас, ребят. Хотел бы я, чтобы у меня были такие братья. Нет. Ну, вот у вас в комментах часто пишут, там, типа, виски, кола, завтра у меня в школу. Вы сами понимаете, кто ваша аудитория? Ну, вот так вот, да. Честно, вот, может, странно звучит, но у нас аудитория взрослая. Вот, от 18 до, там, до 35, вот так, 40, там… А бывает, что он в нескольких городах был так, что до 45 приходили люди и отрывались… Ну, очень много взрослых, да. Молодежь тоже слушает, там, дети по 14 лет, там, 15, но в основном постарше. И порой организаторы говорят, чуваки, у нас весь бар выпили, вынесли. Да. Типа, спасибо вам. Спасибо за все. Очень много комментариев на турецком языке. Что это? Ввалили денег, чтобы платили турецкие ребята или… Нет, нет, просто Турция – это прям хит номер один в этом году, да, прям… Мы вообще думали, еще весь школу сделать на корейском, кроме английского. Знаешь, сколько языков можно? Наштарповать только в путь, братан, эта песня будет жить веками. Надо максимум выжить из нее. Маленькая страна возьмет ее как гимн. Алкоголия страна. Алкоголия, конечно. В принципе, весь Кавказ. Да хотя нет, ну хорошо. Хотя бы Анапа, хрен с ним, Адлер. У нас в планах было сделать свой виски. Возможно, какой-то бренд с какой-то компанией, типа, новой. Мне кажется, было бы здорово. Но безалкогольный. Наши клипы спонсируют виски компании. А кстати, вот скажите мне, ну, виски, кола, королева танцпола уже подкатывали к вам? Мы писали клип же с интеграцией названия рекламы с виски. Ну, они же могли вас подписать прямо там на длительное время, там, скажем, на… Ну, я… Я знаю. Ну, получается, что, ребят, вы сами себе продюсеры. Ну да. Да. И, ну, вы своим примером рушите общую систему, что, как бы, нужно подписываться с менеджерами, нужно работать в крупном лейбле, как артист. Скажу, в чем прикол. Мы же начинали все с нуля, да? Ну да. И, то есть, мы прошли весь путь. Мы все, мы сами изучали, как правильно рекламировать рейк, как правильно все это продвигать их. Ну, выходили искать каналы все эти. То есть, когда только все начинали, он больше за творчество отвечал, а я больше за это продвижение. То есть, мы изнутри всю эту кухню знаем, поэтому. И сейчас мы уже запустили же свой лейбл, на свой лейбл Legacy Music. Мы его продюсируем для артистов. Вот. Он занимается по музыкальной части, больше я по продюсерски вот именно продвижению. Поэтому не обязательно подписываться на какие-то крупные лейблы там. Хотя нам сейчас очень крупные лейблы предлагают, сотрудничество. Вот. Но мы, как бы, отказываемся. Я тоже отказывался. Ну, на самом деле, это реально большая такая сказка. А Blackstar, кстати, вот как, скажи просто. Ну, нет. Тимати повлиял на то, что мы сейчас с вами все здесь встретились. Да так или иначе. Потому что Лада Седан Баклажан, ну, как ты ни крути, все равно оставила свой отпечаток, и ты написал первую телегу. Вы встретились благодаря этой песне. Да, просто об этом может говорить телега, но есть интерес, скажем. Так. Общаемся. Хочешь бургерную открыть, да? Да. Они приглашают на кассу встать за бургерную. Ну, неплохо. Готова с лицами подходит. Алкогольные бургеры, да? Да, да. С виски поливать. Ну, хорошо. Тебе нравится Джарул, тебе нравится Тимати. Тимати? Да. Не то, что ты прям нравится. Мне нравится, ну, как именно бизнесмайн, да, вот нравится его подход. И как артист я его раньше слушал, прям тоже дорос на его песнях, так сказать, вот. Ну, чем просто последние годы я вообще не слушаю музыку. Вообще? Вообще не слушаю. Вот только если еду в машине по радио, слышу что-то и все. Не, на самом деле вот мы с Пашо общаемся, как бы, и очень адекватный чувак. Да. Но дружить, там, сотрудничать, там, всегда можно. Слушай, адекватный, адекватный, потом Егор Крит, там, Эль Ван и все, пошли поехал-ка. Ну, артисты, когда идут на лейбл, они знают, что подписывают, как бы. На самом деле, вот в этой истории. Им в свое время это нужно было, да. Потом они такие крутые, типа, уже мегазвезды, говорят, все, нам никто не нужен, мы сами поднялись. А сейчас Крит ушел, где он сейчас? Вот где он сейчас? Он... Егор! Да, мне кажется, у него все хорошо. Все хорошо, не спорю, но долго ли это будет? Ну, как-то не знаю. Мне кажется, он сейчас кайфует, да. И зачем ему дальше делать? Нет, ну, безусловно, слушайте, безусловно, как бы момент некого люфта, там, торможения, с момента, когда происходит некий там разлад, разрыв, изменения, до момента, пока цепная реакция догоняет, он проходит. То есть мы, ну, на мой взгляд, мы поймем, что происходит там с Егором Критом, что произойдет Леваном Горозия, спустя год или там где-то так. Пока что сейчас вагончик едет по инерции, и тут либо к новому составу мы прицепимся, либо нет. А вот скажи, пожалуйста, на альбоме будут треки в основном вот «Виски-кола», «Королева танцпола»? Нет, ничуть. Нет, нет, другие треки будут совершенно. Это будут... А можете мне хотя бы кусочек зачитать? Ну, хотя бы одну страфу. С чего у нас будет? Это мой кайф. Я люблю, когда артист знает свой репертор. Как приятно. Ну, хотя бы чуть-чуть. Дело в том, что, вот серьезно, песни, знаешь, как сочиняются, вот микрофон стоит, придумал какую-то фразу, да, вот записал, вот записал, и в итоге я текст могу вот просто не знать. Вот мы новую песню поем на сцене. На концерте. Я просто не знаю слова, конечно. Охренеть. Так что мы быстро записали, да, все это, ну, написали, выпустили. То есть песня там попала за несколько дней уже в топах везде, люди уже знают, а мы еще не знаем слова. Вот, веришь, нет, у нас есть жесткий диск, да? У нас есть жесткий диск. Там 3500 песен, проектов. Пиздец. Дай мне какие-то всякие там все. Каждый день что-то накидывается. Каждый день там есть песни. И причем эта песня, то есть из всего, все, что мы отсеяли, взяли лучше, понимаешь? Поясню. Весь колок был написан еще полтора года назад. То есть он полтора года лежал просто так. Просто в столе. Да. Просто потом ее выпустили. Типа такие думали, о, а дай-ка ее сделаем все. Слушайте, ну окей. Давайте так. Вот сейчас, иначе многие могут подумать, что у нас просто происходит ванильный сироп. Есть, несмотря на то, что песни держатся в топе, несмотря на то, что песня прямо фантастически прекрасно и великолепная. И она как бы, ну сама себя доказывает, что она прекрасна. Бутует мнение, что, ребят, ну как это зашквар, ну твою мать, ну где лирика, где мелодика? Могут сказать. Можно я скажу? Вот серьезно, мы изначально сделали очень серьезную музыку и очень такую вот, прямо смысловатую. И никому это нахрен не нужно. Нахрен. Ну, когда ты делаешь, выпускаешь какой-то бэнгер, да, они такие, во, что за песня, зашквар, то сюда, но ее слушают все. И мы не виноваты то, что люди не слушают другие наши песни. Чувак, типа, камон, я не виноват, что ты слушаешь «Королев танцпола». Если ты хочешь понять нашу музыкальную культуру, послушай наши другие песни. Там есть очень много других классных треков, которые вообще, то есть, ну не зашкварные. Ну хорошо, но подожди, ну как бы, ты же музыку писал, вот как ты сказал, там достаточно там витиеватую, сложную, назовем ее так. Да. А у тебя есть амбиция, что в конце концов ее выпустить? Естественно, мы выпускаем. И, собственно, на альбоме будет вот… У нас даже и так выпущено. У меня и сольные треки есть, и которые мы вместе там душевно. А к ним люди проявляют интерес или все-таки как? Очень мало, знаешь, я тебе так скажу, это люди, которые вот… Небольшая группа и слушатели, которые нашли вот что-то свое в них, да, они вот слушают. Чисто вот там человек может там 20-30 тысяч, все. А остальным вообще… Потому что в основном люди что? В основном люди, они работают, и у них время по выходным просто отдыхать, они не хотят себя грузить. Такую депрессивную музыку там… Оно грустное, да, там, или что-то такое… Человек может послушать один в наушниках. Угу. Из-за этого это массово не расходится. Типа, человек даже не делится такой музыкой. Не я понял. Типа, это моя песня. Музыка для одного. Да. Вопрос. Помимо… А? Это… Хорошо, это приятно. Знаешь, люблю вдохновлять людей. Вы же сейчас рассказали мне о том, что есть некоторая ваша музыка, которая считается недооцененной людьми, да, или просто она проходит сквозь них, не вызывает отклика. А если, ну, в вашем муфополе артисты, которые вы считаете, что люди их недооценили, там, Антон Лаврентьев, например, очень интересный автор, исполнитель. Не суть. А есть ли такие треки, песни не ваши, но кого-то из вашего окружения? Или там вообще… То есть вы услышали… Блядь, ну почему эту музыку не слушали? Я устану перечислять их очень много. Начинай. Я засекаю время. Ну вот самое последнее – это вот «Догба» «Ушел» песня. Мне она очень понравилась. «Догба»? «Догба» «Догба» «Песня ушел». Завута так «Баддиев» у него по свиданиям артиста «Ушел». Тебя просто «Ушел». Я за кадром возьму, мне интересно. Да, крутая песня. Потом… Это надо сесть, короче, и вспомнить. Интроверт прикольный, тоже парень, делает хороший музыку с Казахстана. Вот. Но я думаю, что он тоже скоро стреляет, потому что вся его банда уже стреляет, тот же «Лимбо» и другие ребята. На партнере все стреляли уже, сейчас его очередь пришла, я думаю, скоро стреляет. Через 10 минут после того, как мы выйдем отсюда, да, там через 20, я вспомню их имена. Просто так задуло. Позвони мне. У нас. Я запишу. Обязательно. Вы в интернете сейчас фактически, ну, вы молодые принцы и короли, да? О вас не говорит только «ленивый». А вот на «Ургант» вас позовут, пойдете? На «Ургант», да. А вы там на телек, в телешоу, большие вот эти площадки с удовольствием, да? Ну, по факту, вы отцы, да? У вас есть дети у каждого. Вы мужья, но вы формируете новое поколение. Чтобы… Ну, вот так… Возможно, сейчас это… У меня даже зажегся фонарик любви на телефоне. Возможно, сейчас вы до конца не понимаете, но вы реально формируете общество. Потому что люди слушают, люди записывают, люди отдают некий посыл. Вот что бы вы хотели вложить, с чем должны люди выходить с ваших концертов? Мы реально максимум покажемся со всей музыкальной стороны, то, что мы умеем делать. И вот реально о том, что мы поем про алкоголь, либо там, возможно, про секс, еще что-то прочее, я очень надеюсь, что люди это не воспринимают в буквальном смысле. Потому что… Ох, мой дорогой 9-летний зритель, который ходит в школу и рассказывает об этом, мы не воспринимаемся буквально. На самом деле, ребята за что? Эминем в свое время сказал, что… Его спросили, вот ты поешь песни про секс, про такую пошлость и прочее, типа, ты портишь молодежь. Он сказал, что моей дочке 14 лет, и она еще ни разу не слышала мои такие песни. Понимаешь? То есть это от родителей тоже очень много зависит. Ну, безусловно. И причем нас слушают такие и порядочные ребята. Они понимают, что это прикол. Они тебя поют, угорают. На самом деле они не пьют, не курят, короче. Ведут нормальный образ жизни. Мы вызываем всех к этому. Многие думают, у него образ такой вызывающий, какой-то потажен, да, есть в татуировках там… Ну, если его узнать как личность, как человека, просто можно охренеть, он очень классный. И он не курит, не пьет вообще. То есть это просто картинка. Хорошо. И заключительный вопрос на сегодня. Вот самый ваш лучший концерт, где он был? И самый… И каков он был? Архангельск. Архангельск и Чебоксар. Правильно сейчас говорить. Арханжелос. Тем более, что ты пока был не выездной. Арханжелос – это был в Арханжелесе, видел все. И самый плохой концерт, где он был? Матишник. Давай с Архангельска начнем. Почему Архангельск? Слушай, короче, там прямо такая классная история. Мы прилетели, и у нас выход был в час ночи. И прозвано было 400 берегов. Да, где-то 10 час к нам залетает организатор и говорит, ребята, я понимаю, если вы сейчас выйдете и будете выступать, типа, вы молодцы, все правильно, мы так и договаривались. Но знаете одно, что половина людей, процентов 80 людей еще стоят на улице и покупают билеты. Да. Охренеть. То есть внутри было уже человек 500, и на улице еще где-то тысячи. Охренеть. А площадка была на сколько? Ну где-то так примерно было. Ну полторы, да. Там был забит. И, в общем, даже больше площадок во второй этаже. Там был забит. Да. Ну, в общем, короче. И он говорит, вы можете пойти выступить, но люди стоят на улице. И, по сути, мы с Ханом поговорили, и там за пару минут, типа, чувак, окей, мы сами себе там снимем отель, мы сами сняли себе отель и купили новые билеты на самолет. Подождали час, они зашли, и мы провели охрененное прям выступление. Вообще. И организаторы кайфовые, и звук был классный, типа, все было идеально. Прям, ну, бегать умницы, это очень круто. Народ вообще там нереально крутой, очень. Вопрос. Самый плохой концерт, типа? Мытищ. Мытищ? Да. А, ну как бы так. Короче, с нами был в качестве менеджера Паша, наш товарищ. Так грустно. Мытищ. В общем, нас должны были объявить. А, изначально. Да ладно, изначально рассказывай историю, что ты. Изначально мы приехали, короче. Но нам, может, приехали-то не есть, типа, ну, все равно, типа, накрыли стол, и кто-то это расхерачивает. Короче, сначала нас никто вообще не встретил. Мы приехали в клуб, она нас не встречает. Кое-как, конечно, мы заходим, нас охраны не пускают. Это было до Архангельска или после Архангельска? После. После, да, после. Нас охраны сначала не пускают в клуб. Вот. Потом хочу объяснить, когда мы артисты в афишу, ну, что кто-то не хватит? Мы артисты, пожалуйста, пропусти. Нас, конечно, проводили через черный вход какой-то. Вот. Мы спускаемся, проходим какие-то тоннели. Подвал. Да, подвал какой-то вьетнамский, не знаю. Это это. Так. Заходим в гримерку, и там, конечно, еда стоит. А смотри, что бутылки там отпиты, короче, там, лопустые. Понимаете, что-то еда поеденная, какие-то там архангельские, еще что-то. Я официант говорю, слушай, что такое? Он говорит, для вас. Я говорю, там, поеденная еда. Там кто-то поедет. А он такой, нет, все в порядок. И кто-то ждет, нет, все в порядок. Так и надо. Вот он такой, типа, смотри, это следы читат помады, от чего-то еще кое-что на бутылке. Я говорю, не говорю, кто-то был точно, типа. Он сбегает читат директ, такой, извините, сейчас заменим все, там, поменяли, короче, окей. Время идти на сцену, выходим. Это нам говорят, ребят, подождите, да, ночной. Ну, ребят, подождите, перед вами там пацаны типа на в загрее выступать. Ничего типа мы такие, какие пацаны. Там, типа, знакомый, типа, директор, там, что-то. Мы такие, что они поедут вообще хотя бы, типа. А это Владимир и Юркис. Да, вполне возможно. Вот. И... Извините, пожалуйста. Не звучать мне, как никогда на русском радио, ну, не мог этого не сказать. Извини, да. Ладно. И мы хотим выйти на сцену. Ладно, окей, пускай две песни поэты уйдут. Они уходят вместе с микрофонами. А она, ну, в***, сходите. Мы говорим, ну вы нас хотим объявить. Они какие-то у вас никто не бегает. Некому его объявлять. Наш турменеджер, кто же сам был, Паша. Он такой, мы его заставили, кое-как валяя, Паша. Он такой, для вас выступает жару. Как ДК, знаешь? И самое главное, полная тишина в зале. Мы выходим с микрофона на сцену, поднимаем, сцена там полубитая такая. И просто вот на танцполе человек пять-шесть стоит. И все остальные люди тут сидят. Все такие с кальянами, такие все блатные. Мы выступаем, выступаем. Ладно, поем. Уже так смеемся во время спины. Просто первой песни помнишь что было? Да, да. Короче, диджей включил наш первый трек. И мы поем. А вы выходите прямо с бенгера или нет? Да, да. Мы, короче, спели первую песню, и он такой, короче, нет, врубает свой сет дальше и начинает диджей. Он с первой песни понял? Я поворачиваюсь, говорю, чувак, микрофон, пожалуйста, включи дрейк. Я хотел микрофон ударить по голове, как бы, но его показывает, что я сейчас ударю, включи дальше наш песню. Он включает, ладно. А это не ваш диджей, получается? Нет, он включает все в разброс, вообще не так. И на предпоследней песне, нет, на предпоследней песне просто теряется звук и только вот на мониторах. Слушай, музыка идет только отсюда, и мы, короче, поворачиваем их, чтобы люди... Чувак, что-то бегает под ногами, что-то провода какие-то перебирает. То есть все пошло не так. Я говорю, все, уходим, микрофон просто кидаем, короче, на стойку ставим, и уходим такие. Не спели одну песню. И потом началось, на следующий день концерт играть. Опять ты что, звука нет? Вы что натворили? За 25 лет работы моя, я первый слышу такие недовольства. Это наш концертный директор говорит. Он говорит, вы знаете, чей это клуб-то? Короче, началось, мне все равно, чей. По сути, это не наша проблема, что мы не спели по сути. Типа мы спели эту песню, там по программе не уложились на 3 минуты где-то. Понял? Вот чем тут говорили про песню. Типа они начали. Слушай, бро, мы забыли про концерт в Хамау. В Сургуте было очень круто. Вообще. Да, про плохие концерты. Клуб Месс в Москве. Знаешь, что было? Приехали мы, короче, в клуб, где отдыхает один Кавказ. Не то, чтобы мы против них, но просто там… Не-не, мы же сами это видишь. Мы же не можем это видеть. Ну да. Короче, не французы. Да, мы приехали. Хотя, сейчас эти желтые жилеты. Ну давай. Мы приехали, нам перед уступлением дают микрофоны Шурой. Китайские. Я беру что-то легкие, прям вообще не чувствую их. Китайские? Он говорит, нет брат, оригинальные. Я говорю, ладно. Оригинальные вы. Итальянские. Я говорю, нет, китайские, говорю. Он говорит, нет, там звук хороший на сцене. Вы видите, увидите. Я такой надавили. Ну ладно, окей. Оказывается, не было. Короче, у него микрофон не работает. И, конечно, стоим на сцене, поем. Один монитор работает из четырех. Слушай, дальше что происходит. За соседним строликом играет вообще Донни МС. Это где вообще происходит? Это в месяц, Москва. Это в Москве? Играет МС Донни, кто-то на колонках включил МС Донни. Я поюсь, слышу. Что-то не так происходит. А тут звук, как-то идет трека. Масан какой-то выбегает на сцену. Можешь эту песню заказать? Во время выступления. Выключи эту песню. Выключи эту песню. Андро, этот, инопланетянин вроде. Я говорю, слушай, не наши песни. Я говорю, ты что творишь, типа, показывай. А он не ту папку открыл. Что-то, конечно, там... За шкуру человека произошло. Полная жопа там была. Полная жопа. Парни, я вот только сейчас смотрю. У вас же родимые пятна на лицах. Родились, да, так. Я не знаю почему. Вот совпадение, да? В разные матери. В лунные сутки пятые. Роза Сибитова нагадала. Может, поэтому судьба свела? Да, я думаю... Его здесь тоже... Нет, правда, как вы сделали тату? Когда? Да. Ой, скажите историю забавную. Это он. Вообще, у нас как бы две татухи одинаковые. ТикТок на руке. Вот. С честь рекорда. Мы были в зале... Это продакт-плейсмент или как бы сами решили? Ну, типа того. Сдаем сейчас киктиву Алину, да. Яндекс может стать рекордом. Может стать вашей? Да. Вот. И мы были в зале. Тренировались. И я говорю у Хану... Железо или там... Да, железо. Да. Я говорю у Хану, слушай, я сейчас тебе кое-что скажу. Типа, дай слово, что ответишь. Ну, да. Он сказал, да. И мы... Он сказал, да? Люблю эти бесконечные истории. И мы поехали в тату-салон. И мы поехали в тату-салон. И прямо, ну, то есть мы не подготавливались. Мы прямо сразу же выехали, наши тату-мастеры и сделали. А я человек, который вообще, знаешь, типа такой, типа, весь, ну, хороший, типа, цветный, добрый, да? Ну, как мама моя думает. С виду. Я тоже. Короче, смотри. В чем прикол? Я набил татуировку, потом часа три сидел, думал, как я напишу об этом родителям. Он в заметках... Я перебирал текст. Я писал, скинул брату нормально. Дорогая мама... Мама и папа, что так пошло не так? Я целое оправдание. Там длинное сообщение огромное. Я им пишу это. Ну, конечно, отец вообще ничего не ответил. Он в шоке был. Мама, там, расстроенная уже, вся плачет. Типа, говорит, все, уехал в Москву. Переехал в Москву. Нет у меня больше сына. Да. Набил татуировку. Сейчас начнет пить, курить наркотики. Понесет его. Сказала мама, не зная, что все это уже в прошлом. А мне мама, знаешь, что сказала? Я звоню и говорю, мам, я сейчас все будут тату на лице делать. Она говорит, сынок, сделай небольшую, потому что ты и так красивый. Мама, ты вообще, ты что, блин, ну как это? Катка, сделай только небольшую. Видимо, набедокурил, ты в жизни нормально. Знаешь, что мама на татуировку сказала, что сынок, только, пожалуйста, только не на все лицо. Я тебя прошу, и ты и так красивый, я тебя хочу узнавать. Да что там я, дети твои хотят тебя узнавать. Сын, дочь, да хрен с ним. Парни, удачи вам. Спасибо большое. Будьте в ладу с собой, будьте в ладу со своим вайбом. Пусть все получится. Я себя сейчас почувствовал Александром Градским. Почему им, не знаю, но вот это вот пожелание. Знаешь, от сердца к сердцу. Удачи вам. Спасибо огромное. Слушайте музыку, смотрите неформат, любите Антона Лаврентьева. Да что там, любите всех. Обнимаю вас, пока, ребят. Пока, всем пока. Спасибо. Красавчики, просто красавчики.